Сотрудники Ростелеком тянут провода, подключают веб-камеры. На каждом избирательном участке по две. Одна видеокамера показывает общий план избирательного участка, включая место выдачи бюллетеня и место работы с избирателями. Вторая направлена непосредственно на место, где будут установлены ящики для голосования. А по окончании процесса – в места подсчета голосов и погашения неиспользованных бюллетеней. Мы начали это и в выходные дни работать, чтобы форсировать вот это все. За выходные дни начало было трудное, конечно, некоторые были такие технические проблемы. И поставили всего три в первый день. Ну а на второй уже пошло нормально все. В течение двух дней вот этих выходных мы уже шесть избирательных участков оборудовали. Сразу же после установки проводится тестирование работы комплекса видеонаблюдения. В день голосования 4 марта видеокамеры будут ввести онлайн-трансляцию в интернет на специальном сайте www.web-выборы-2012.ru. У нас в районе создан 41 избирательный участок. На всех 41 избирательном участке будут установлены видеокамеры, по две видеокамеры на каждый избирательный участок. Они будут транслировать выборы в онлайн-режиме. На выборах президента будут использоваться прозрачные ящики стационарные и также прозрачные ящики переносные. Установка программно-аппаратных комплексов видеонаблюдения – новшество не только для участковых избирательных комиссий, но и для самих связистов. Настройка оборудования, подтверждение интернет-поключения в Москве – все это нужно сделать в кратчайшие сроки. Да и сама возможность проводного интернет-доступа для большинства сел района была до сих пор недосягаема. Теперь, благодаря крупномасштабной подготовке к президентским выборам, у жителей поселков появится доступ в интернет.